Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы хотим рассказать вам про обрезку плакучих деревьев. Сейчас мы стоим рядом с вязом и пригласили нашего постоянного эксперта Викторию Сангину помочь нам с обрезкой этого дерева. Здравствуй, Вика! Здравствуй, Андрей! Как отдохнул? Прекрасно! Абсолютно здоров! Сегодняшнего дня в бой! Здравствуйте всем! Сегодня действительно очень интересная тема обрезка плакучих форм деревьев. Это то, что мало кто показывает, но эта форма очень любима нашими садоводами и довольно часто встречается в наших садах. Так как практически все плакучие формы являются привитыми, да, то есть есть штамбообразователь, ствол и сверху в какой-то момент у нас есть прививка, да. Значит, мы можем с вами купить посадочный материал с прививкой на высоте 80-90 сантиметров, метр двадцать и в районе двух метров. Вот здесь где-то прививка в районе 2-2,20. Это один из классических евростандартов прививки вяза плакучего. Это как раз вяз плакучий. Значит, все плакучие формы привитые, они имеют ряд особенностей и уязвимостей. Значит, большинство из проблем это то, что загущение кроны вовремя не скорректированное приводит к заболеваниям, потому что такая крона, она создает внутри себя такое замкнутое пространство, где очень быстро могут развиться грибковые вирусные заболевания. Естественно, лучше каждую весну с секатором подойти к такому дереву и немножко с ним поработать. Значит, работать будем с чем? Во-первых, это санитарная обрезка. То есть мы обрежем все веточки, которые усохли, которые обломались после зимы, да, и это будет санитарная обрезка. Вторая обрезка, это мы внутри кроны вырежем все те ветки, которые оказываются в глухой тени, когда дерево будет уже в листве. Эти ветки нам в принципе не нужны и они по большому счету ослабляют дерево. Вот. И третья, формирующая обрезка, мы оставим какие-то ветки, которые идут вверх. Для чего мы это делаем? В связи с тем, что штамбообразователь, он практически не растет. То есть если мы с вами видим 2,20, да, то через 20 лет мы увидим, ну максимум это будет 2,30, не более того. Если мы будем 20 лет держать на этой высоте, вы понимаете, что это будет, да, это будет просто сток. А нам нужно, чтобы оно хоть как-то немножечко росло вверх. Для этого мы будем резать таким образом, чтобы веточки, несмотря на то, что они от природы тянутся вниз, чтобы они все-таки шли еще и наверх. Дальше мы будем работать на то, чтобы раскрыть крону, то есть сделать этот шатер как можно шире. Ну и разрядим, то есть чтобы ветки между собой, как вот видите, вот тут две ветки, да, они идут просто вот, дублируют друг друга. Вот эти вот все варианты тоже нужно будет исключить, убрать такой вариант событий. Значит, изначально мы начнем, естественно, с санитарной обрезки. Нам сегодня будем помогать с этим Виктор. Виктор, подходи к нам, пожалуйста. Значит, инструмент у нас сегодня будет какой? Мы будем пользоваться секатором, да, это для обрезки веток где-то, ну, до 15 миллиметров толщиной, до 20 это максимум. Дальше мы будем работать с точкорезом, вот, а также мы будем работать с пилой. Это уже те ветки, которые там внутри, и там они уже толщиной где-то от 3-3,5 сантиметров. Вика, а скажи, пожалуйста, ну вот сейчас у нас же конец марта, и вегетация началась у нас в этом году немножко раньше, почки уже такие большие, насколько это как бы для дерева безопасно? Слушай, ну, на самом деле режем, можно сказать, до Дня Победы, то есть до 9 мая. Естественно, весна на весну не приходится, вот, но сейчас вполне можно резать. Естественно, сокодвижение уже началось, и оно начинается где-то с февраля, вот. В этом году, наверное, оно, может быть, даже и не останавливалось, вот, потому что, значит, вот слышала, что московские коллеги, которые резали в январе, там, по необходимости, тогда уже они получали текущие ветки, вот, то есть сокодвижение идет. Резать больше 1 трети, в принципе, не рекомендуется, потому что это очень сильно ослабляет дерево, и грамотная, правильная обрезка, она, в принципе, не может повредить дерево настолько, чтобы оно погибло. Тот же самый варварский сбор березового сока, да, когда на одно дерево ставят по несколько банок, а потом просто забывают, уезжают, и вот это вот вяло текущее течет. Ну, вот по этой причине я не видела ни одного погибшего дерева, хотя наверняка они есть, но, в принципе, это при сочетании факторов. То есть, если дерево было уже изначально ослаблено, чем-то болело, тогда можно, может быть, но изначально здоровое дерево, обрезанное в необходимом объеме, оно должно нормально перенести это. Да, течь будет, причем сок очень бывает даже красивый, так скажу, мы как-то резали черемуху колорату, она, у нее розовые цветки, красные листья, у нее был дивный совершенно розовый сок. Это выглядело просто превосходно. Ну, смотрите, значит, мы закончили вот этот вот этап с прореживанием внутри куроны, мы вынули все то, что росло внутри, и сейчас наша задача зачистить все срезы. Это нужно сделать обязательно, потому что любая махра, которая остается, это открытые ворота для инфекции. Срезы все должны быть совершенно идеально зачищены, чтобы не было никакой возможности для инфекции туда попасть. Естественно, после того, как мы это дерево закончим обрезать, мы еще его полностью обработаем. Мы посмотрим оставшиеся ветки, да, и часть из них подрежем, не все, для того, чтобы у нас оставался вот этот вот красивый шатер донизу, но какие-то веточки мы подрежем. Скорее всего, что мы будем резать это уже секатором. И будем резать вот таким образом. Смотрите, две ветки. Одна растет внутрь, а другая растет наружу. Естественно, мы будем резать вот на эту ветку. То есть вот эту ветку мы убираем. Вот так вот. Таким образом. Вот здесь то же самое, видите, вот тут ветка, которую можно убрать. Вот. А если что-то у нас донизу растет, то мы можем вот это, например, оставить, да, а вот здесь вот, например, вот эту... Нет, я бы здесь обе оставила, они мне обе нравятся. Вот эту я бы убрала, видите? Вот таким образом. И так по кругу мы пройдем, все дерево. Мы решили обрежать эту ветку, потому что она получается, что дублирует эту, но режем ее не на кольцо, а вот... Да, Витя, обрезай, пожалуйста. Вот так. Она у нас пойдет вверх, видите? Очень хорошо. Хорошо. Так, дальше идем опять по кругу. Смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас тоже какие-то удвоения. Их нужно частично убрать. Сейчас посмотрим. Ага, я даже вот вижу. Нам вот эту надо убрать, Витя, убирай ее, пожалуйста. Потому что она с этой стороны, она вот вместе с этой дублируется, а с этой стороны получается вот с этой. Вот эту мы оставили. Смотрите, вот этот красивый хвост у нас остался. И мы убрали вот этот дубляж. Так, вот этот вот тоже надо убрать. Ага. Так. Вот, смотрите, что у нас получилось. Мы раскрыли крону, сделали шатер более широким, да. В то же время мы оставили длину, да. Но часть веток мы укоротили. Те ветки, которые росли вверх, мы оставили. Они у нас будут сформировать новый ярус наверху. Внутри убрали все сухое, убрали все то, что росло внутри кроны. И тщательно зачистили все срезы. Теперь его только нужно обработать, и этот красавчик готов к новому сезону. Ты видишь? Да, вижу. Я не знаю, как это обрезать. Или можно это просто распутать? Нет, не надо это распутывать. Это нам только поможет Виктор. Ее надо вот оттуда вот убрать. Потому что она трется. Вот прям трется. Да, причем я бы ее убрала не на кольцо, а убрала бы ее вот... Вот на эту боковую. Да, абсолютно. Вот я тоже помог обрезать вяз. Молодец. Это буквально был последний, возможно, срез на этом дереве в этом сезоне. Последний штрих. Последний, да. Ну, все. Да, шикарно. Надеюсь, что мы сможем заснять это дерево, уже когда оно обрастет листьями. Посмотрим на лизу так, как получится все. Да. Спасибо. Оставляйте ваши вопросы, если они у вас есть, по поводу обрезки плакучих. Форм. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова